В Кустанайской области убрано 58% по севной площади. Аграрии собрали 1 млн 352 тыс. тонн зерна. Средняя урожайность поднялась с 4,7 центнеров до 5,9 центнеров с гектара. В северных районах, например, в Сарикольском, Федоровском, собирает по 10-11 центнеров, на юге по 2-3 центнера. При этом хлеборобы не спешат сдавать свое зерно на элеваторы. Там 10% даже нет загруженности. Самостоятельно, да. В основном сейчас у нас по области 7,9 млн тонн емкость сохранения. То есть любой урожай у нас можно сохранить. Но из них 3,2 млн тонн – это хлебоприемные предприятия, а остальные 4,7 – это складские помещения. На хлебоприемные предприятия поступило там немного, более 100 тысяч тонн. Из них в основном все зерно хорошего качества. Старого там тоже около 100 тысяч. По данным управления сельского хозяйства Кустнойской области, сегодня для аграрьев региона готовится работа по пролонгации кредитов, взятых на весеннеполевые работы. Это 2,3 млрд тенге идут через Казагрофинанс на лизинг техники. И по отраслевым программам развития животноводства 2,2 млрд тенге. Помимо этого от нашей области были внесены предложения в Министерство сельского хозяйства выделения 1,5 млрд тенге на частичное возмещение стоимости кормов для племенного маточного поголовья и выделения 63 тысяч тонн фуража для местных птицфабрик. По пролонгации кредитов у нас подано 178 заявок на 4,7 млрд тенге. Это из 13,6 млрд на 4,7 на сегодняшний день подано. Как бы работа в этом направлении идет. То есть сельхозтоваропроизводители собирают необходимый пакет документов для аграрно-кредитной корпорации. По лизингу техники на сегодняшний день у нас 73 заявки поступило на 401 млн тенге. И по животноводческим программам заявление на пролонгацию подано 110 заявок и на 483 млн тенге. Напомним, что в этом году кустанайским хлеборовам предстоит убрать 4,7 млн гектаров ярового села, из которых больше 80% – это пшеница. При этом аграрии не надеются на хороший урожай зерна. Пятая часть всей площади зерновых культур или 800 тысяч гектаров находится в неудовлетворительном состоянии. По официальным данным, сегодня около 90 хозяйств подали документы на выплату страховки из-за потери урожая. Мадыка Сколов, Екатерина Калюжная, РТ.